Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня хочу поделиться с вами своим фанатизмом. Хочу вам рассказать о такой теории. Теория, в которую было вложено очень-очень много средств, денег, времени, research, исследование, которое проводилось больше 10 лет, подтверждено всякими медицинскими тестами, МРТ, MRI, с кенами мозга и так далее. А основоположник этой идеи доктора Диспенса, если он есть где-то в переводе на русский, пожалуйста, посмотрите. Смотрите, этот человек, этот доктор, он пришёл к выводу, что несчастье – это программа. Ну и мы с вами об этом говорим уже очень давно и долго. Мы запрограммированы. Но я не хочу винить вас лично, я хочу винить программу. Если мы посмотрим на наш мозг, который является органом, как на машину, у машины есть определённая software, программа. И если мы заложим в этот компьютер вот эту программу, этот компьютер будет выполнять только это, например, действие. Он будет вот так реагировать, он будет вот так себя вести, так, как его научили себя вести. Посредством очень многих его исследований, он собрал огромную группу учёных, и у них очень большая финансовая поддержка и так далее. И они делали опыт, изучали, исследовали очень много людей, там тысячи. И они пришли к выводу, что каждый наш эмоциональный опыт – это такой мешочек, да, такой малюсенький мешочек, который информацией, эмоциональной информацией. Не знаний информации, не логической информации, а эмоциональной такой карман. Вот что-то произошло, пусть мы там и рассудили, и решили, и аналитически продумали, и приняли правильное решение, у нас остаётся осадок, да. Или наоборот, хороший осадок, позитивная эмоция или негативная эмоция. И вот этот вот осадок – это и есть вот этот вот карманчик, вот этот вот мешочек. И вот в нашем мозгу есть очень много разных отделов, которые мало того, что способствуют выработке определённых гормонов, которые привязываются к этой ситуации. И там биохимическая реакция настолько… даже я не знаю, как это объяснить просто там за пару минут на видео, да, то есть поверьте мне. И если хотите, поищите, надеюсь, может, на доктор Диспензе, Джо Диспензе, его можно найти в переводе где-нибудь, почитайте или послушайте его. Это просто уникальный человек с уникальными исследованиями. И вот этот вот мешочек информации эмоциональной, он находит своё в нашей нейросистеме мозга, он находит свою такую полочку. И на протяжении жизни ситуации похожие на первую ситуацию в какой-то степени. Ну, конечно, эволюция, мы взрослые, ситуации другие, там, да, разбитое сердце в 6 лет, разбитое сердце в 40 лет, это разные совершенно вещи. Но эмоциональная реакция одинаковая. И если бы в 6 лет при разбитом сердце у вас была другая эмоциональная реакция, то, поверьте мне, в 40 лет она бы была абсолютно другая, чем она есть сейчас при разбитом сердце, допустим, да. То есть это такой эмоциональный опыт, он в нашем вот этом компьютере лежит в программе. И поэтому, что бы ни случилось, какие-то ситуации случаются, не обязательно это должно быть в отношениях, это может быть на работе, в дружбе, где угодно. То есть мы такой, мы сотканы из этих эмоциональных опытов. И они сидят глубоко в голове в каждой из своих, это называется, нейросиркут, в своих нейросиркут, нейрокапсулах, так скажем, да. Это привычка, это программирование, это программа нашего мозга. Мы реагируем так, как мы реагировали всегда, так, как мы реагировали в первый раз. Поэтому, ну, например, пример, да, приведу вам пример, чтобы было, может быть, понятнее. Потому что, во-первых, я перевожу с английского, во-вторых, все эти умные слова на русский мне вообще крайне сложно переводить. Пытаюсь объяснить прямым, простым языком. Вот смотрите, там 10 или, ну, не 10, сейчас моему сыну 23, ну, ему было, наверное, лет 15, ну, почти 10, да, лет назад, когда у ребёнка был первый heartbreak, первая там девочка его киданула, там он был последний год в школе, ну, что это такое. И я, зная это, вот эту всю теорию, вот эту всю гипотезу научную, я знаю, что если я сейчас позволю моему сыну впасть вот в эту драму, впасть вот в эту боль, в этот hurt, вот в это переживание, во-первых, оттуда будет сложно вылезти, это во-первых. Во-вторых, практически невозможно вылезти. Почему? Потому что чем дольше я позволю моему сыну сейчас страдать, тем сильнее укрепится эта ячейка, эта эмоция, привязанная к конкретной ситуации. Поэтому тогда, 7-8 лет назад, я сделала всё, что было только возможно, чтобы его отвлечь. То есть я ему тут же пошли там в лес гулять, пошли за грибами, я музыку включала, давай попоём, давай там это, давай это. То есть я не дала ему времени переживать. Он не ложился спать рано, я хочу с тобой кино посмотреть, а я тут готовлю. И я его что, я его кормила вкусно, то есть вызывала совершенно другие эмоции, гормоны удовольствия и так далее. И, конечно, у него было время там где-то пострадать, но не столько, сколько бы он страдал, если бы мы тут не стали все, знаешь, в позу и не начали его от этого отвлекать. И потом с разговорами, послушай, ну окей, она сделала свой выбор, it's ok, это не значит, что ты плохой мужчина или что ты некрасивый, или ты неинтересный, ты самый классный, ты самый умный, пошли. И постоянно, понимаете, я не позволила ему упасть в эту яму. И у него в голове, тогда ещё, в 15-летнем возрасте, отложилось, что, то есть не было связи, понимаете, не было вот этого связи, страдания с этим вот случаем. И впоследствии такие люди будут переживать вот эти расставания намного легче, чем переживаем мы с вами. Потому что, когда нас с вами бросали, и не было вот этого исследования доктора Диспенса, и не было наших умных родителей таких, да, то мы всё, у нас неделями была депрессия. У нас были годами разговоры с подружками, какие мужики плохие, или у мужчин какие бабы все сволочи, и так далее. Годами. Представляете, это временем, это всё, вот, а, вот, украинец, это эмоция. Теперь, когда с ним расстаётся девушка, ну, допустим, если она с ним расстанется, конечно, это будет неприятно, конечно, это будет больно, но не будет такого груза. Так вот, так работает наш мозг. То есть, это доктор Диспенса своими учениями и исследованиями доказывает, что если нету, не сформировано вот этот circuit, этот нейросиркут, в него можно внести другую информацию. В нашем с вами случае они сформированы, эти нейросиркуты. Нам 30, 40 и так далее лет. Конечно, они сформированы. Это наши реакции, это, знаете, нас кто-то выбесил, мы наорали, через 2 минуты мы думаем, блин, ну зачем я орала? Ну, могла же спокойно, гордо, красиво ответить. Зачем же я орала? Вы орали, потому что это ваша привычная реакция, это потому что ваше, вот это и есть, это программирование. Реакция, я это объясняю на тренинге «10 шагов к счастью». Кстати, сейчас к пятилетию нашего канала, и спасибо вам огромное за 5 лет со мной. У нас 50% скидка на тренинг на сайте, пожалуйста, идите. Уже дешевле не будет никогда, уже это просто, однозначно. Вот, то есть это привычная реакция, это проходит за тысячные доли секунды, а потом мы сожалеем. Почему? Потому что потом включается наша аналитическая часть мозга. Так вот, он также доказывает, и, кстати, не только он, это многие исследования мозга доказали, что нашему, в принципе, мозгу всё равно, или это реальное событие, случается в данный момент, или выдуманное, важно, какие эмоции мы испытываем в данный момент. Поэтому он очень рекламирует и продвигает медитацию, потому что когда мы входим в глубокий state unconsciousness, вот в глубокое состояние unconsciousness, неосознанности своей, то есть мы говорим, да, неосознанно. Моя сестра, кстати, двоюродная, она может это вообще увести на уровень кванты и каких-то там других тел, но это нужно уметь. Это называется регрессивный гипноз и инфовидение. Пожалуйста, кстати, на приём к ней, на её курсы вы можете обратиться через меня, я вас познакомлю, если вам это интересно. Кстати, я у неё учусь, и она меня уводит на какие-то квантические уровни совершенно другие, где ты просто осеняешься и получаешь ответ на любой свой вопрос, что, кстати, помогает нашей confidence, нашей самоуверенности, нашему просто знанию. Это просто знание, я знаю свою жизнь, я знаю себя, я знаю свою судьбу, я знаю, что будет вообще-то. Вот, но ладно, я отвлеклась. Так вот, наш мозг, он не видит разницы. Что важно? Важно создать эмоцию счастья, чтобы в нашем мозгу вот этот вот мешочек с этой эмоцией, он лёг на эту полочку. И если на этой полке у нас уже 25 тысяч негативных мешочков, то мы должны туда положить 26 тысяч. То есть мы должны перепрограммировать эту эмоцию, которая относится вот к этой конкретной ситуации. Например, вещи, которые нас злят, наша реакция, когда мы злые, наша реакция, когда нас оскорбляют, наша реакция, когда нам страшно, например, выступать перед публикой, или всё, что угодно. Это относится ко всему, это программа, понимаете? И это мы обсуждаем на тренинге, я вас ещё раз приглашаю, потому что это там просто за 10 занятий, за 10 недель вам, даже если вы в это не верите, даже если вы в это не понимаете, даже если я вам это повторяю, я вам внушаю, я вас программирую, в конце концов у вашего мозга есть новая информация, понимаете? Значит, вот, поэтому всему нашему несчастью есть объяснение. Это программирование. Если бы вы привыкли реагировать на какую-то ситуацию определённым образом, то есть если на вас, на меня кричат, у меня это вызывает реакцию злости. То есть что? Ну, до свидания, я с тобой не буду разговаривать. У кого-то из вас это может вызвать реакцию с грустью, вы можете заплакать. И я вам гарантирую, что вы плакали всегда. Всегда. И крайне редко бывает такое, что если на вас кричат, вы можете послать человека на три буквы. И то это сделает ваша логическая часть мозга. Ваша, может быть, гордость это сделает. Но ни в коем случае не ваши установки. Вы придёте домой, и всё равно будете плакать или сомневаться в себе. Понимаете, как это работает? Поэтому если… Ну, например, я тоже не хочу кричать в данной ситуации. То есть я уже с возрастом поняла, что кричать не надо, можно ответить по-другому. Или же можно просто выйти и больше не общаться с этим человеком. То есть это эволюция нашего поведения, нашего воспитания. Но эмоциональные реакции, они одинаковые. Поэтому нашему мозгу абсолютно всё равно, реальная эта ситуация или выдуманная. Выдуманную ситуацию мы создаём посредством медитации. Я этому учу вас на тренинге, там задания «Каждый божий день». Вы должны придумать, как вы хотите жить. Вы должны жить, как будто это уже случилось. Вы должны не то, что там на показуху на людях показывать, что я уже живу по-другому. Нет, вы должны чувствовать, как будто это уже случилось. Это ощущение счастья, вот этого момента сейчас, вот эта эмоция самая важная. Неважно, одели ли вы сегодня то платье, о котором вы мечтали, или проехали ли вы на той машине, о которой вы мечтаете. Как бы вы себя чувствовали. И вот это почувствовать, оно хопа и откладывается туда, на полочку. И вот так мы убираем комплексы, вот так мы принимаем самооценку. Не только таким образом, но и таким образом тоже. Это один из очень сильных факторов, который поможет нам поднять нашу самооценку. Хорошо? Я вас приглашаю на сайт changelive.solutions. У меня там огромнейшие скидки на тренинг для всех вас. Пока я отсутствую, пока я учусь, я тут путешествую с супругом, я всё равно всё проверяю, потому что это всё в Телеграме. Я теперь вижу все ваши ответы моментально. И если я считаю нужным ответить вам, я отвечаю. Если я считаю нужным не ответить, значит, я даю вам время работать дальше, думать, анализировать и так далее. Вот, хорошо. Поэтому подумайте об этом. Если вы можете погуглать и найти доктора Джо Диспенса, у него четыре книги, если они, надеюсь, переведены на русский, если нет, то если вы умеете читать на английском, очень советую почитать. Это, знаете, это как будто как другая галактика сознания вообще. Это понять невозможно, это нужно чувствовать. И зная, что наш мозг имеет возможность работать, растягиваться, и мы вообще используем только нам 6% этого мозга, мы оперируем на этих установках, на эмоциональных установках. Это называется эмоциональный якоря. И если мы не можем перерасти, не можем их проработать, отпустить и потом реагировать и жить так, как мы хотим, это называется эмоциональная невзрослость, emotional immaturity. Так как мы хотим с вами быть эмоционально mature и быть confident, и быть confident, ну, самоуверенным и любить себя, мы должны себя сначала изучить. Хорошо? Еще раз вам напоминаю, change-life.suit. Я вас жду. До встречи на тренинге 10 шагов. К счастью. Все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok